всем привет давненько не было видео по ftl multiverse пора отправиться в новое путешествие на стриме у меня открылись два корабля мне подсказали в комментариях повнимательнее посмотреть значит у нас открылся возвышенный мв крейсер странное судно из другой далекой реальности на борту которого находится странный экипаж лани усов и далее из далеких миров а также несколько мощных древних технологий также у нас открылся прото мв крейсер первый мультивселенский крейсер за время своих путешествий он пережил немало испытаний в этой серии я хочу попробовать полетать на возвышенном в крейсере бритва окама называется корабль здесь у нас лани ус член экипажа и возвышенный это тот же самый лани ус только возвышенный насколько я понял странным образом мутировавший лани ус который питаются частями древних обломков у него есть активная способность ассимилирует часть корпуса корабля нанося незначительный урон корпусу но временно получая усиленные способности и останавливая снижение здоровья полностью исцеляется при использовании так вот также у нас еще есть один фантом член экипажа из орудий у нас предвестник невероятно мощный лазер созданный обелисками мощность 2 перезарядка 15 выстрелов в очереди 3 для стартового стартового оружия очень даже неплохо и ремонтный снаряд который может восстановить две единицы корпуса нашему кораблю и также ремонтирует системы из модулей расширенный навигатор позволяет кораблю совершить прыжок любому ранее посещенному маяку ассимилирующая обшивка присоединять 10 процентов получаемого лома к корпусу восстанавливая его не тратит лом если корпус на максимуме хорошо хорошая прошу модуль у нас здесь еще также имеется маскировка очень приятный приятный бонус ну чтож такой вот корабль лани усы без кислорода у них нет кислородного отсека попробуем на стандарте на сложности трудно я пробовал и не раз и к сожалению дальше грубо говоря там 3 4 сектора у меня доходить не получилось попробую на стандартной сложности приступаем к выполнению задания здесь выбор взять оружие найти еще одного члена экипажа взять дополнительные ресурсы здесь наверное или дополнительные ресурсы или взять оружие потому что член экипажа если я возьму человека уже задохнется сразу же поэтому возьму оружие попробую из этого что нибудь выбрать защитный лазер выстрелов в очереди 1 перезарядка 9 секунд ионная пушка 91 ракетная установка лето один тоже урон очень слабые орудия но они и требуют всего лишь одну мощность наверное я возьму ионную пушку для пробивания щитов кей все на местах ну да вроде бы все на местах единственное на щите никого нет но мне нужны члены экипажа для этого полетим на снабжение поделились нам с нами немного ломом хорошо тут магазин в опасности вот здесь имеется я хочу к торговцу слетать давайте к торговцу слетаем он нам подарок какой-нибудь сделает посмотрим какой подарок руководство по чс ну такой себе подарок это получается скорее всего чисто на лом конвертацию ракет и дронов комплектов а также детонацию ракет для вывода из строя вражеских орудий наверное не буду пользоваться руководством по чс расширенный навигатор я бы наверное тоже продал не лом пригодится на будущее ремонтный луч оглушающая бомба медицинская бомба тут снаряды всякие не интересно пока что блокировщик двигателей отслеживающие маячки асфиксиатор мешает работе кислородной установки врага чем сильнее нужно ослабить систему тем больше энергии требует этот модуль использует от 4 до 6 энергии длительность не ограничено интересно аварийный генератор уменьшить затраты энергии на 2 единицы переработчик топлива высокоэффективная переработка топливных откодов без не без помощи научных фокусов позволяет произвести 2 единицы топлива в гиперскорости халявное типа топлива интересно топлива я думаю проблем с топливом не будет давайте дальше лететь исследуем районы посмотрим что нас тут ждет рядом находится укрепление федерации получивший серьезный урон связаться и спросить не нужна ли им помощь любая помощь которую вы могли бы предложить была бы спасительной немного побыть рядом с ними и отбиться от повстанцев давайте сразимся с кораблем повстанцев у нас есть маскировка но получается вот так вот заряжая пушку мою мощную трех зарядную у нас гости сейчас мы этим гостем займемся пушка сейчас зарядиться можно стрелять по оружейке постреляю все орудия моим выбили давайте наверное телепортируемся к ним почему бы и нет на двигатель пожалуй попытаемся взять на абордаж корабль так где противник вот он все консервативный дрон лазер это что значит консервативный дрон лазер не сюда а он получается не требует энергии медленный не требующий питания дрон с функцией переключения между лазерным и лучевым режимом не может быть отключен однако функционируем даже если блок контроля дронов уничтожен а интересно интересно я такой еще не встречал я поставил по рекомендации из комментариях поставил ускорение на кнопки горячие ускорение времени так и мне нужно побольше энергии что-то мне вообще не нравится что у меня тут куча модулей отключена 83 лома у меня имеется я бы хотел найти куру который в будущем выдавал бы нам квесты так но членов экипажа этих я нанимать не буду они просто помрут снабжение может быть кура был где-то здесь может быть я его получается пропустил давайте попробуем припасы поискать о удалось найти припасы магазин гражданский бедствие слетаем на бедствие пока в магазин я думаю можно и не лететь пират пиратский разведчик нам попался такс да врубаем маскировку естественно о я мог запитать еще получается ионную пушку я мог еще запитать хорошо буду иметь ввиду постреляю по оружейке нанесли мне один урон давайте попробуем нужно поремонтировать телепорт и можно я думаю телепортироваться штурмануть единственное еще надо выбить этот сюда капитанский этот мостик и прямо на него и телепортируемся вот они тут два члена экипажа вражеских давайте их преследовать захватили мы корабль вражеский получили немножко больше ресурсов чем за уничтожение ускоряюсь все поставил на control 1 и control 2 изменение времени но не очень удобно получается врубает пушки кура мы нашли куру сейчас он нам предложит выполнять его квесты хорошо принимаем предложение отлично у нас осталось 95 лома я думаю на это количество я куплю одну энергию и можно попробовать даже маскировку наверное взять или же щит попробовать прокачать ладно пока оставлю лечу на снабжение хотелось бы да щиты прокачать ничего не делать летим дальше все летим к выходу тут уже скорее всего все о снова мастер лучей на связь выходит капитан окей наша старая знакомая мастер лучей так ионную пушку тоже заряжать будем не помню сколько у мастера лучей экипаж так оружейку мы им разбили далеко очень камеры надо все равно посмотреть так два члена экипажа окей ли я вот она сидит хорошо ну полетим будем телепортироваться именно на мостик сейчас я дам залп вот сюда а нет лучше на оружейку все ладно телепортируюсь да на капитанский мостик ли и мы попробуем побить немножко так надо готовиться ассимиляцию врубать так она куда-то телепортировалась до уничтожим сейчас дрон вражеский так где враги она умеет телепортироваться между отсеками ничего себе вы видите как за мгновение до смерти ли я нажимает на кнопку обратного телепорта это не последний раз когда ты меня видишь мерзкий федерал да мы с ней мухобойка получил достижение с ли мы постоянно видимся посмотрим к чему это приведет может когда-нибудь мы о ней узнаем что-нибудь интересное так значит здесь все единственное прокачаю я щиты вот так вот пускай будет два щита я думаю это мне пригодится летим к выходу щиты заряжаются медленно нету члена экипажа у меня на щитах здесь нас встречает элитный истребитель вырубаем маскировку ждем пока зарядятся наши пушки к нам телепортируется телепортируется один так сейчас сейчас мы вот этого вот постараемся уничтожить абордажника так от него избавились пушки зарядились я немножечко поздновато начинаю стрелять но успел все таки сейчас похилимся и давай посмотри что у нас там с вражескими членами экипажа один член экипажа проблем быть не должно единственное я бы еще по двигателям или по мостику бы стрельнул чтоб они не смылись просто-напросто отлично тяжелый лазер модификация один нам попадается окей телепортируемся назад делимся так тяжелый лазер модификация один что это такое необходимая мощность один выстрелов в очереди один урон по корпусу два окей ладно хорошо получается нам теперь не хватает одной мощности ладно летим в следующий сектор освобожденный сектор и сектор гармонии так тут туманности пойдут освобожденный сектор или сектор гармонии ну давайте в освобожденный наверное у меня топлива уже не так много мне бы все-таки попасть в магазины возьмем сложное задание контракт добыть документ не проявляем милосердия хорошо поднимаем задание итак задание у нас рядом с выходом мы слева внизу появились потихонечку будем исследовать конвоир энджи корабль сепаратистов вращается вокруг маяка но прежде чем вы сможете связаться с ними они прыгают и приближается корабль энджи ладно мне бы посмотреть что там у них сейчас у них маскировка я тоже врублю маскировку у них наверняка покруче маскировка ну да так 2 энджи значит у них илонная пушка ой это не очень хорошо можно попробовать прям сразу телепортироваться попробую прям сразу телепортироваться куда-нибудь наверное на кислородный отсек ионное орудие запускается так и сейчас залп из трех по оружейке надо готовиться ассимиляцию проводить давайте проведем ассимиляцию выберем маскировку тоже а у них оружейка все равно разрушена корабль энджи запускает свои двигатели не очень хорошо ой я стрельнул стрельнул попал все хорошо получили 31 лом приятно сейчас похилимся всего 49 лома имеется хорошо сколько нужно для оружейки 45 давайте так сделаю и наверное пока что с мед блока уберу и добавлю тяжелый лазер пускай тоже заряжается вот так у нас имеется уже 4 орудия правда они не очень такие мощные кроме наверное одного вот этого первого но посмотрим сепаратист выходит с вами на связь сначала говоря на двоичном языке прежде чем в конце концов переключиться на русский федерация федерация пожалуйста не обращать внимание на мой поврежденный процессор процессор речи я совсем недавно освободился от гармонии и хочу служить на корабле федерации примешь ли ты меня ну давай я не знаю сколько ты проживешь у меня на борту недолго он недолго у меня на борту проживет к сожалению но если я запитаю да если я запитаю он будет жить но это такая странная жизнь ладно пока оставлю его окей пускай сидит в медблоке правда мне нужно теперь это реактор прокачать бедствие слетаем на бедствие посмотрим вы следуете за сигналом бедствия крошечному поясу астероидов ремонтная бомба телепортировать бомбу в их отсек системы щитов так предложить им перебраться на ваш корабль ну давайте ремонтную бомбу импульсный лазер модификация 1 они нам дают ну честно говоря а вот выстрелов в очереди 2 а вот это мне интересно я даже вместо тяжелого тяжелого лазера поставлю все отлично хорошо 29 могу одну энергию добавить для телепорта в теории я могу того же самого энджи отправлять на штурм вражеских кораблей но если он умрет то все у меня нет клона сека так член экипажа энджи корабль энджи связывается с вами хотя их камера была выключена федерация мы просим запрос помощь в поисках предателей нам нужны припасы связаться с ними и попросить продолжить переговоры ваш энджи запрашивает связь с ними корабль энджи не отвечает и после непрерывных вызовов их оружие включается а у неужели это ловушка давайте используем энджи пошлем его на камеры нет это энджи вражеские ммм окей сгубая маскировку следующее что я хочу прокачать это маскировку так стреляем по щиту стреляем по оружейке ой вот так стреляем по оружейке еще раз стреляем по оружейке хорошо теперь я думаю можно телепортироваться энджи убираем назад мед отсек телепортируемся мы вот сюда в командирский этот мостик импульсный сюда а нет импульсными по оружейке тогда стрельнем ммм и он как стрельнем так мне нужно уже ассимиляцию скоро врубать давайте давайте пробовать как-то их добивать что ли где оставшийся все захватили вражеский корабль меня немного напрягает что вот этот возвышенный он почему-то у него постоянно тратится здоровье на вражеском корабле так все по местам 36 лома пока что мне этого не хватает для улучшения маскировки летим дальше следовать не исследованные районы судно сепаратистов связывается с вами ваша ситуация с флотом известна у нас есть предложение помогите нам уничтожить вражеский корабль и мы задержим флот выслушать их предложение автокорабль уничтожить давайте попробуем ну тут я могу честно говоря я могу телепортироваться к ним сюда сд заряжается у него ой ой так а тут один двигательный отсек ладно попробую пострелять по движку чтоб он не смылся все ассд заблокирован и по оружейке постреляем хорошо у него нет шансов а он мне повредил систему ну энджи все равно полезен просто он немного отвлекает все хорошо получаем лом задержку сепаратистов получаем могу маскировку прокачать давайте прокачаем и теперь мне нужно будет энергию еще вкачать чтобы маскировка была получше так можно лететь на задание так 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 сделаю прокачаю маскировку полечу на задание мед отсек отключать не могу станция аркадии последовать совету курой сразу напасть можно два щита у них имеется станция орудий не знаю сколько ну попробую у меня три топлива правда осталось только сейчас заметил проблемы с топливом рубаем маскировку раз два три три члена экипажа теории могу попробовать их штурмануть сейчас посмотрим здесь выстрел по щитам здесь выстрел по тоже по щитам тоже по щитам они сейчас будут очень быстро ремонтироваться это проблема так стоит ли сейчас мне перемещаться к ним в телепорте или подождать лучше постреляем еще по щитам сняли мы им щиты орудия мы им разрушили но мне получается разрушили щиты сейчас пойдет урон по корпусу давайте попробую телепортироваться импульсным я постреляю да по дрону вот сюда так повредить могу его телепортируемся куда ну на двоечку надо так мы дрались постепенно или на кислород можно сразу так против двоих подеремся окончался мой один окончал ближний бой кислородный отсек у них поврежден все захватили три топлива получили отлично дрон крутой получили наверное крутой я не разбираюсь в дронах наверное крутой дрон так врубаем ускорение все все по местам 68 лома энергию одну еще добавить как вариант добавлю все летим дальше можно здесь немножко поисследовать не исследованные районы единственное опять же проблема с топливом прибыли на казалось бы обычный маяк но сканеры показывают что в нем открывается мешок сейчас мощный противник у нас мв установщик узлов тут вывалился они обычно мощные ребята так врубаем маскировку у него один щит а у него один щит поэтому может он и не настолько мощный так стреляем по оружейке вот так вот и сейчас по щитам постреляю так хорошо повредили давайте отправим на разведку о у них у них большие проблемы получаются сюда как раз по щитам еще постреляю правда у них горит корабль я надеюсь ему повреждения не будут наноситься такс телепортируемся на мостик и пробуем победить экипаж один человек остался все лазерный зарядный бластер получаем сюда энджи давай ты не помирай можно конечно респираторы изучить чтоб энджи не так быстро помирал а можно допустим клон отсек взять тогда когда он будет помирать он будет просто воскрешаться клон отсеки и все не знаю какой вариант выбрать что у нас вообще есть по внутренним улучшениям эфирные технологии эфирный ускоритель так максимально увеличивает скорость перезарядки двигателя эфирный заряжатель орудия автоматически полностью заряжаются после каждого прыжка однако скорость зарядки орудия и артиллерии снижается на 30 процентов ну не знаю такое себе конечно эфирные щиты дает три слоя энергетического щита которые могут идти в дополнение к уже имеющимся энергетическим щитам оу кайф вот это я хочу далее детектор аномалий предоставляет дополнительную информацию о ближайших маяках я хочу щиты себе значит мне нужно три улучшения эффективности щитов улучшение эффективности вот эти мне нужно прокачивать у меня сейчас топлива мало поэтому скорее всего я не буду этого делать тут пока что я ничего не буду делать а подождите-ка может мед отсек медботы пока мед отсек включен экипаж будет исцеляться в любом месте корабля со скоростью 25 процентов интересно это поможет перехилить удушение или нет медицинские стимуляторы спасательные жилеты окей ладно пока тогда это дело оставим нужно будет щиты прокачивать прям хочу дополнительные три слоя щита разведчик сепаратистов нам попадается давайте с ними сразимся давайте энджи сюда отправим включим маскировку о у них есть штурмовой бот ой 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 это не очень хорошо и один энджи всего лишь ионку на щиты импульс сейчас по вот этому дрону не дай бог они его не запустили в меня так можно прям постреляю по оружейке и надо будет попробовать телепортироваться я вот не знаю штурмовой дрон он будет защищать корабль или нет так телепортируемся сюда все энджи иди назад здесь будем пробовать драться энджи подхиливается скорее всего у него а медботы есть все корабль захвачен или нет странно почему-то корабль не захвачен а еще кто-то есть какой-то мощный энджи попался отхиливается ха давайте уже добьем его а это медблок поэтому он хилится здесь все я не увидел что там был медблок у них прокачался у меня возвышенный здесь зелененький кулак а здесь уже желтый кстати говоря можно же еще построить бортовую лабораторию лучше медотсек установить лабораторию бесплатно бесплатно установил лабораторию так ланиусы можно же улучшить ланиусов допустим выборочная металлообработка ланиусы наносит урон системам и ремонтируют на 30 процентов быстрее но их урон экипажа у противника снижается нет это мне не подходит это однозначно мне не подходит экспериментальный сплав здоровье ланиусов увеличивается на 35 процентов но скорость вытягивания кислорода снижается в 4 раза ммм так ну и ржавчина тут есть ланиусы вытягивают воздух из отсеков в 2 раза быстрее но их скорость перемещения снижается вдвое ммм так на 35 процентов больше здоровья мне это нравится вообще выборочная металлообработка так не то экспериментальный сплав скорость вытягивания кислорода снижается в 4 раза ну мне как бы скорость вытягивания кислорода не так важно мне главное чтобы они не померли случайно давайте добавим эту модификацию у меня как раз много ракет и много лома добавим эту модификацию призраки и ланиусы модернизировать лабораторию можно улучшение лаборатории позволит вам получить доступ к вспомогательным улучшениям для экипажа которые накладывают бонусы на определенные подтипы экипажа при наличии медотсеков третьего уровня вы можете установить улучшение бесплатно ладно хорошо медботов я бы еще поставил себе на корабль я думаю медботы мне бы помогли может сейчас это сделать или не стоит так медотсек медботы давайте сделаю медботы и теперь сконцентрируюсь уже именно на счетах ну-ка проверить так и энджи будет медленнее помирать да вот он у него здоровье практически не падает ну как падает но не так быстро потихонечку он регенерирует хорошо все летим дальше продолжаем исследование не исследованных районов с вами связывается корабль сепаратистов который начинает много говорить о произведениях какого-то мертвого парня по имени Шекспир он вдруг резко обрывает свою речь и нападает окей смотрим сразу что там у них с экипажем один а штурмовой бот я вижу летит на меня эээ абордажный дрон он приземлился или нет я не пойму он завис как-то такс тут выстрел по щитам из импульсов по сюда так абордажник на меня значит да пришел ну давайте с ним драться а что делать вариантов других я не вижу стреляем по оружейке хорошо вот мед боты они хилят очень хорошо починил он быстро очень оружейку так так надо быстренько отрегенерировать давайте включим маскировку почему бы и нет и телепортируемся в гости к этому энджи подеремся с ним еще один штурмовой дрон откуда он их берет в таких количествах а штурмовой дрон ломается понял так хилимся чинимся 33 лома имеется сейчас все все по местам скорость x1 сейчас это x2 это x1 все далее я магазин вот есть где я могу купить топливо успеваю посетить еще один район а потом могу отправиться в магазин идентификация федерации вероятность ошибки так ну дают мне ресурсы давайте попробуем поискать припасы здесь о еще нашли припасы дополнительные хорошо летим в магазин ух ты станция улья давайте пристыкуемся а а ты попался в ловушку здесь нет магазина здесь только смерть а ладно ой богомолы сейчас они будут штурмовать взяли под контроль моего одного давайте посмотрим что у них там один энджи и два богомола ну не так прям опасно у них нет ни мед отсека ни клон клон системы как стрельнем сюда стрельнем тоже сюда телепортировался да так энджи убегай да елки-палки почему так долго он так минус богомол хорошо допустим сейчас похилимся энджи давай камеру по чине я забыл вообще стрелять куда-нибудь по оружейке мы им попали не будут они больше стрелять некоторое время они тут помирают от недостатка кислорода опять захватили разум давайте не будем мешать импульс по щитам ион ионку тоже по щитам это сюда остался один богомол у них так контроль разума конечно такая себе штука неприятная пора телепортироваться все захватили мы их станцию без особых проблем это хорошо делимся 104 лома имеется могу наверное даже попробовать щиты прокачивать нет еще рановато не буду пока тратить лом под накоплю такс раз все лечу к выходу вы прибываете к маяку дальнего действия давайте следуем вы прибываете к маяку расположенному в гражданской звездной системе близлежащая колония связывается с вами в наших окрестностях блуждает корабль повстанцев терроризирующие эту систему у вас есть время чтобы найти у вас есть время чтобы найти его давайте отправимся на поиски тюремщик повстанцев ну хорошо у него нет никаких мед отсеков ничего подобного сейчас врубим маскировку три члена экипажа надо ему командирскую эту рубку разбить по хорошему сначала по оружейке постреляем и в командирскую рубку вот так вот теперь пора десант высаживать вот прям сюда где нет кислорода у меня ребята дерутся хорошо поэтому проблем быть не должно ага захилился я тоже умею хилиться так оружейку починили принять их капитуляцию нет выключить связь и закончить эту битву а заканчиваем эту битву все хорошо захватываем их корабль получаем дополнительные ресурсы а энджи нет не помирай все все хорошо 133 лома могу прокачать третий уровень щитов мне же нужно получается сначала а мне сначала нужно улучшение эффективности да улучшение эффективности а потом уже третий уровень щитов можно ладно все равно нужно много лома и у меня маловато так то топлива не следование туманность акция пограничные миры бродяг пограничные миры может там есть ланиусы я бы хотел конечно на акцию слетать но пограничные миры бродяг может там будут ланиусы так задание высокой сложности возьмем аудиозапись нам нужно достать аудиозаписи захватить станцию не причиняя ей слишком большого ущерба вестники заката не умеют сдаваться даже перед лицом смерти окей призрачные давайте попробуем поискать припасы доктор дрон защита у меня уже модулей тут куча просто тяжелый или вот этот зарядный какой дороже я не знаю но так сделаю мне нужен магазин срочно династия что значит династия здесь находится передовой аванпост династии флот повстанцев был готов действовать в условиях туманности здесь вам спрятаться не удастся здание аж вот где полечу на династию так захватить аванпост похоже с близлежащего аванпоста династии передается сообщение на многих языках сразу к делу это место наблюдения не подлежит вмешательству попытки налета или причинения ущерба собственности династии будут караться смертью три щита маскировка нет кислорода давайте не будем пока не будем на них нападать я думаю я не потяну автотранспорт нам попадается заряжает он сразу же ССД врубаю маскировку получается мне нужно по движкам стрелять все движок уничтожен теперь по ушкам ушки уничтожены давай-ка посмотрим кто там у них имеется на борту а тут же я не вижу ладно пробуем рискнем телепортируемся на допустим на дроны вот сюда а это автотранспорт все я понял тут же нету экипажа это же автотранспорт так надеюсь у меня не помрут мои ребята все все телепортируемся назад и просто уничтожаем этот автотранспорт окей хорошо хилимся у меня 12 топлива пожалуй я все-таки щиты изучу уж лучше с тремя щитами чем с двумя полетели дальше исследовать эти не исследованные районы развалив развалившийся перехватчик бродяги призраки обычно подолгу живут на своем корабле пока повреждения не станут слишком серьезными чтобы их можно было игнорировать корабль призраков стоящий у этого маяка находится на последнем издыхании но неожиданно его экипаж не предпринимает никаких попыток легкая мишень атакуем ну попробуем тут призраки попробуем атаковать призраков у них два щита куча пушек ой 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 вот эта куча пушек мне конечно не очень нравится но попробуем по оружейке постреляли можно вообще в теории даже попробовать штурмануть но я лучше уничтожу не буду вот слишком мудрить просто по возможности возьму и уничтожу их все так проще получаем 16 лома магазин автомагазин наконец таки хотя бы немножко топливом закуплюсь так попытаться использовать поддельную индустрию и похоже что поблизости находится автоматический продавец но его программа не позволяет ему торговать с вами если вы не найдете способ обмануть его так у него есть маскировка попробую вы не можете в это поверить но каким-то образом вам удалось обмануть хорошо наконец таки есть возможность посмотреть сколько стоят вот эти штуки 25 25 так это продаю это продаю 27 60 стоимость омни дрона ну дроны я использовать скорее всего не буду поэтому просто беру и продаю кислородную установку могу купить о это интересно подождите-ка ага я значит мог купить кислородную установку и тогда у меня члены экипажа перестанут помирать вау вот это поворот я и не знал что так можно сделать возможно я не замечал в магазинах установки кислородные но это же круто тогда я могу ланиусов держать просто как штурмовиков дальше могу клон отсек взять и тогда они парятся заменит ваш мед отсек хотя я там изучал мед отсек но я думаю что клон отсек будет лучше в любом случае так топливо мне нужно еще до шахтерский луч тут еще есть урон корпусу урон системам нет я закуплю побольше топлива 55 лома у меня осталось резервная батарея взломщик контроль разума ремонтник так это мне не нужно итак что теперь значит у меня есть теперь кислород мне нужно теперь для клон отсека резервный банк днк взять это просто это просто must have улучшение ну вот как то так теперь мне осталось еще одну энергию взять чтобы клон отсек запитать и вообще будет шикарно теперь я могу моего энджи наконец-таки на щиты отправить замечательно и теперь я могу нанимать других членов экипажа а не только ланиусов это вообще прекрасно сканеры обнаружили что-то большое на соседней лавовой планете похоже это огромный дредноут династии F конечно он полностью разрушен и скорее всего уже никогда не полетит но это не помешало орде бродяг поселиться в нем попытаться разобрать на металлолом связаться с призраками давайте свяжемся треск помех в стереосистеме со временем переходит в разборчивые слова это наше место которое мы называем домом не принадлежит федерации мы будем торговать если у вас есть боеголовки дайте мне много боеголовок чтобы получить доступ в магазин давайте а просто магазин хорошо закупаю я топливо можно было по какому-нибудь члену экипажа купить о видение мощный электризующий бродячий призрак хм такие я еще не встречал ну здесь мне продавать нечего закупился топливом наконец-таки там магазин генастии имеется теперь хотя бы с топливом не будет такой проблемы бу слово появляется на экране скоро исследует текст я напугал тебя да мне было очень страшно ха меня тут призрак испугал экран пустеет и на мостик проникает призрак ха ты вызываешь у меня чувство радости таких эмоций я не испытывал уже очень много циклов пожалуй я останусь с тобой дыши отлично у нас еще один новый член экипажа так это кто у нас вообще коррозия какая-то способность мар чрезвычайно едкий призрак бродяга не являющийся нежитью при прикосновении может вызвать сильное раздражение кожи создает пробоину в текущем отсеке срабатывает только при уровне здоровья ниже восьмидесяти а интересно ну вот это кандидат на абордажи допустим вот этот вот ланиус вот этот сюда этот сюда да этот вот сюда ну ладно этот на двигателе пока пойдет а этот ланиус пусть здесь сидит в общем у меня будет абордажник вот эта лана так как она может сделать пробоину в отсеке вражеском и не хотелось бы чтоб она здесь сделала пробоины и тут получается вот этот ланиус будет тоже пробоины делать в случае чего вот задание летим на задание поскорее добраться до него нас встречает гильдейский сборщик вражеский захватывает он разум у меня тоже есть маскировка ого разрушила она быстро все по местам а у меня тут гости давайте драться с ним с этим гостем у нас получу много урона к сожалению у меня есть клон отсек это очень меня радует давайте бомбочку используем для ремонта так все по местам скупаем маскировку так же так энджи не надо с ним драться он не в своем уме это что такое клановец слизней где моя лана вообще а она померла я понял делаю ассимиляцию использую бомбочку сюда так энджи давай на щиты сейчас будем скорее всего посторонние на борту опять они захватили разум а она уничтожаем все-таки уничтожаем корабль ничего страшного в этом нет вот вот у него отнимается здоровье почему почему у него отнимается здоровье он же помрет так так летим на задание короче говоря станция не нужно а не нужно ее получается от экипажа избавить да по заданию последовать совету вестника заката экипажа блин вот это проблема он не выбил комнатку это так стреляю по щитам а ну сейчас мне просто куда попало стрелять чтобы развить этот щит можно пробовать телепортироваться нет супер щиты блокируют телепорт супер щитов нет давайте телепортироваться начну с клона сека упс я одного забыл так и не прошел а у меня двери заблокированы понял стреляю по щитам немножко а вот теперь мне пожары так сказать страшны хм минус теперь наличие кислорода я и забыл у меня теперь пожары будут давайте восстанавливать с ремонтными снарядами вот так кислород поврежден у меня много чего вообще повреждено так энджи у меня сейчас помрет смотрю а у меня везде пожар прикольно и у меня нет возможности открыть корабль давайте ланиус тогда использовать ну у меня такое ощущение что это сейчас будет конечное ремонтный снаряд сюда наклон отсек давай сюда идем потуши пожар по возможности почему-то ремонтный снаряд не работает почему-то ремонтный снаряд почему не ремонтируется клон отсек очень странно я запускаю снаряд но он не ремонтирует почему что я в в все в в то так он в Продолжение следует... Продолжение следует... Так, поняв, что вы прорвали их оборону, вестники заката перешли к более разрушительной стратегии. Сканирование показывает растущий уровень энергии в их энергоядре. Они собираются самоуничтожиться? Что? Мне это не надо. Ё-моё. Чё этого не хватало? Ну, они, скорее всего, успеют самоуничтожиться. Я так думаю. Продолжение следует... Да, ё-моё, не дают вообще ничего сделать. Продолжение следует... блин сейчас перезарядиться а у меня двигатель горит ёлки-палки нет мира пожар просто сумасшедший вестники заката побеждены фух я очень мало комментировал потому что блин трудно было это комментировать все решение мистера венфорта сотрудничать с такой угрозой как вестники заката было проявлением недальновидности и слабости не может быть объединяющим фактором двух сторон и верить в это значит глубоко ошибаться в понимании этой идеологии эти записи должны показать идеологический разрыв между этими двумя персонами пока я их изучаю позволишь мне высказать свои так ну хорошо хоть послушаем тут можете почитать на паузе что нам говорит кура получаем жилеты мучеников что это такое жилеты мучеников ну-ка при смерти союзный экипаж взрывается нанося 15 урона врагам и с шансом 50 процентов разжигает пожар не влияет на членов экипажа у которых уже есть посмертные эффекты а ну это мне не интересно пожары мне сейчас вообще не в тему хотя могу эти давайте я внутренние улучшения все-таки портовые технологии огнетушители поставлю почему нет могу себе позволить раз уж такое дело все отлично коряемся все по местам что вообще происходит у меня здесь надо еще энергию одну как минимум кто-то помирает у меня здесь это этот не на вражеском корабле не заметил он помер но он возродится и ничего страшного могу ремонтный снаряд использовать для подхила так вообще кайфная штука окон теперь не будет постоянно урон наносить это лана окей летим дальше с 1 что на первый взгляд кажется простой туманностью на самом деле заполнена большим количеством обломков после жестокой схватки следуем поля боя и на нас накидывается разведчик министерства готовим сейчас десант а у него щиты стреляем по щитам все все по щитам короче говоря и теперь телепортируемся на давайте на движок наверное чтоб они случае чего не смылись принять их взаимовыгодное предложение нет не принимаю вы будете уничтожены зачем-то убавил так все отлично да без клона отсека я бы уже скорее всего завершил эту партию ну и скорее всего без кислородного отсека я тоже завершил бы партию но пока что удается продержаться так туда полечу развалившийся разведчик хорошо посмотрим посторонний на борту где вот здесь ассимиляцию в рубимся то бомбочку кинем так импульс сюда это по движкам поставляем чтобы они не улетели в случае чего так ты иди сюда лама тоже сейчас будете на что там скорее всего уже меньше у них людей осталось все деремся ассимиляция пока не работает коррозия придется по своим наверно пострелять что ли даже не знаю справиться он нет да справились молодцы ребята возвращайтесь назад окей шестьдесят три лома имеется три щита помер все равно этот ничего сейчас он ресница так я бы хотел сейчас что прокачать то мне нужно прокачать 63 лома я хотел щиты начать качать внутреннее улучшение щиты улучшение эффективности так первое улучшение эффективности прокачано нужно вроде как 3 прокачать на насколько я понял идти поближе к выходу так а я вижу вы уже нашли дорогу в эту реальность я уверен что вы нашли свою коллекцию богатств и у вас есть чем поделиться с нами верно вы подозреваете что это не просто дружеская просьба когда их оружие поворачивается вашу сторону ренегат мультивселенной уступить их требуем не я откажу я не буду ресурсы отдавать готовимся к абордажу они сами меня на абордаж взяли много урона мне наносят но у меня есть исцеляющие бомбочки мощные у них ребята какие-то оказались надо поремонтировать срочно кислород максимально быстро насколько это возможно но у нас гости сейчас готовимся к перемещению на вражеский корабль кислорода мало из-за того что ланиус тут сидит все телепортируемся на движки я думаю могу пострелять по кабине капитана группы врубили маскировку ладно дерутся наши ребята пока можно починить камеры врубаем ассимиляцию них медотсек же есть точно принять капитуляцию и чтобы мой этот выжил не пускай облучающая бомба получаем и магнитный боезаряд давайте поремонтируем здесь так ремонтируйте хорошо все все по местам могу ли я еще что-то прокачать топлива мало ладно пока оставлю слетаю еще в один не исследованный район а потом уже на выход обугленные до неузнаваемости останки корабля дрейфуют рядом со звезды со звездой у этого маяка в скором времени сильное гравитационное притяжение звезды затягивает его внутрь но возможно вы успеете снять с него еще что-нибудь ценное попытаться обыскать обломки давайте попробуем истребитель у нас тут выпрыгивает врубаем невидимость заряжаем пушки так это сюда это по щитам это по оружейке все так теперь мы будем перемещаться куда кабину этого капитана ну мы явно проигрываем ближнем бою этим валунам отлично мы выбили оружие экс телепортирую а их тут трое еще осталось с ума сойти уже двое ну постепенно постепенно я их уничтожу все таки буду в волну за волной отправлять и у них шансов не будет выжить нет не принимаем их капитуляцию прям с кораблем ладно хорошо у меня есть клон отсек не нарадуюсь прям клон отсеком обожаю клон отсек так сейчас восстановимся 101 лома 15 топлива надо сваливать летим к выходу что у нас тут будет ждать следуем вы получаете сообщение со станции вращающейся на орбите ближайшей планеты капитан мы команда федерации по терраформированию улучшение кислородная установка плюс один уровень получаем неплохо летим в следующий сектор тут у нас район империи следующий сектор нам очень нужен магазин убираем задание высокой сложности дневник добыть дневник венса будь готов пролить немного крови немного крови в федерации готов пролить ну ладно что делать попробуем имперский сторожевой корабль кристаллины связаться с сторожевым кораблем запросить припасы нет они не делятся с нами припасами выход вправо внизу задание здесь на этом все такая вот получилась серия надеюсь она вам понравилась если понравилось ставьте лайки всем спасибо за внимание всем пока пока Продолжение следует...